Порядка 30 волонтеров из Еврейского студенческого культурного центра «Гилель» трудятся на протяжении трех дней для благого дела в сохранении истории и создании лапидари в областном центре. В основном те юноши и девушки, которые занимаются переводом написанного на плитах, очищают и фотографируют надгробие, грузят и складывают ценные реликвии студенты. Но есть и те, кто давно в организации. Георгий Родинский стоял у истоков проекта и вместе с рождением новой инициативы у Георгия родился сын, который не пропускает ни одной встречи. Мне кажется, что действительно ребята слышат, что вот был холокост, было еще что-то, вот есть какие-то неприятные истории, которые происходят вокруг, где-то в других странах. Они понимают, что важно не забыть. Для меня, моей личной мотивацией, учитывая, что со мной постоянно мой маленький сын, является то, чтобы он тоже понимал, что должно быть вот так, а не вот так. Несмотря на тяжелый труд, ребята охотно берутся за дело. Для них важно сохранить историю, поделиться ею с другими. Бережно складывая ценные реликвии, они стараются излить из них как можно больше информации. Читая записанное на Мацеве, можно понять, кто жил в то время и чем занимался. Ведь у надгробия с еврейского кладбища более чем столетняя история. В 2003 году жители Первого Минского переулка обратились к журналисту Аркадию Бляхеру с вопросом о том, что пешеходные дорожки этого переулка все были уложены надгробными плитами. Сделали очень много фотографий, у нас есть, и тогда это было опубликовано в прессе, и тогда начались переговоры с горосполкомом, которые очень прониклись этой историей. Они сказали, что этого быть не должно, неважно, с какого кладбища эти плиты. Горосполком взял на себя всю работу по демонтажу, перевозке плит, по установке новых пешеходных дорожек. А только попросили, чтобы мы нашли место к складированию. И тогда Бляхер обратился к генералу Губаренко, и вот он дал место в Брестской крепости. Уже в 2014 году при рытье котлована под супермаркет «Мартин» строители обнаружили огромное количество еврейских надгробий. Они были извлечены из земли и вывезены в Брестскую крепость. Надгробия – это реликвия, их нужно сохранить. Это и послужило точком для решительных действий волонтеров. А будущее МЦФ уже определено. В районе локомотива, то есть на месте, где стадион локомотив, где раньше было еврейское кладбище, сегодня есть небольшой кусочек в виде сквера перспективного, где мы можем в форме лопидария увековечить память о евреях, которые жили в Бресте, и из элементов надгробных плит сделать вот такой мемориальный знак, скульптурную композицию под названием «Лопидарий». Есть уже такой опыт подобных мемориальных знаков и в Польше, и в Европе. И с 2003 года, в принципе, ведется концептуальное такое проектирование. В прошлом году на Городостроительный совет было представлено три варианта концепции лопидария. Мы рассмотрели все три, брестскими архитекторами были они выполнены. И, в принципе, все три могут быть реализованы. Когда эти проекты воплотят в жизнь – вопрос времени. Ведь до сих пор жители города иногда находят на своих земельных участках или в подвалах Мацевы. А значит, в истории сохранения надгробия Северейского кладбища ставить точку пока рано.